Благодаря простирянию, раскаянии, сарадованию прозву. Прозвучав кальвисвучение другим. Все это я посвящаю калашевотлению. Повторяю. Малую заслугу, что я накопил, Благодаря раскаянию, с радованием прозву. Прозвучав кальвисвучение другим. Я посвящаю к��висвучение. Повторяю. Всю ту малую заслуку, что я накопил, благодаря простиранию, раскаиванию, сарадуне, прозву бронзской лесу, сущении другим, я посвящаю просветление. Земля окроплена блуханной водой, украшена цветами, украшена четырьмя континентами солнца и луны. Я представляю это, как чистую землю Будды подношу, чтобы все существа смогли насладиться этой чистой землей. Субтитры создавал DimaTorzok Тот, кто хочет, кто будет выступать с речью, можете начинать выступать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пожилые зародили великую радость, и многие говорили, что это были удивительные учения, это что-то неописуемое, гораздо большее, чем они ожидали, неизвестно от того, получали ли они образование, либо молодые монахи, монахини, которые еще не закончили образование, их впечатления были похожи. Я говорил о современных исследованиях, истории Древней Индии, исследованиях боджизма, и не только об исследованиях западных ученых, но также объяснял, главное в этих исследованиях, и все, о чем он говорил, основаны на изначальных источниках, балийских, индийских, древнеиндийских источниках, поэтому это все было наделено большим смыслом. Он объяснял то, как буду учил дарми, но какова была та ситуация, то время, в котором буду учил дарми, мы все знаем о том, что буду учил дарми, но мы очень мало знали об этом времени, когда это произошло, и каковы были сконные жители в Индии, как развилась их цивилизация, как развилась арийская цивилизация, и как возникла арахманическая религия, и как все это привело к высокому уровню развития философии, что создало совершенные условия для поворота колеса дарми. Его священство также рассказал о удивительных качествах самого Будды. В нашем учении мы часто говорим о взглядах не буддийских школ, однако мы не знаем об их истории, мы просто повторяем то, что написано в учениях, в философских школах, однако мы не понимаем какие-то тонкие отличия в его зрениях. После этого, как его святейшество объяснял, как развивалась древняя индийская философия и религия, это все стало более понятным. Мы просим, чтобы его святейшество объяснило более подробно все аспекты философии не буддийской школы. Это будет очень полезно для понимания не буддийской философии, для понимания буддийского воззрения. Это будет большим благом. Если будет такой специальный курс по небуддийской философии для учеников монастырских колледжей, это будет очень-очень полезно. Также его святейшество объяснил, как Будды принял решение о том, чтобы покинуть дворец, принять монашество, о том, как он практиковал аскетизм и как, таким образом, он отказался от этих двух крайностей аскетизма и роскоши и обрел срединный путь и затем повернул колесо дарма и дарже. В то время, когда он повернул колесо дарма, хотя в Индии были такие большие различия между кастами, как будто повернул колесо дарма для всех существ, всех каст, всех принадлежностей социальных классов. И также общество объясняло, как возникла буддийская санга. И как даже в тот момент, когда Будда уходил в паренирвану, Будда снова и снова спрашивал учеников, остались ли у него какие-то вопросы, сомнения, таким образом проявляя доброту, сострадание ко всем существам. И это все очень сильно изменило наше мышление и отношение к этому. В тюбетской традиции об этом мало говорят, это новое знание, которое мы говорили. Обычно, когда мы говорим об истории жизни Будды, мы описываем все чудесные события, все те чудеса, которые он показал. Он летал по небу и так далее. Однако, и когда современные люди слышат об этом, то они думают, что религия является обманом. Люди верят в науку, они считают науку важной, важнее религии. И поэтому эти учения показали все это с другой стороны. Главной целью учения было показать, как Будда обладал состраданием и любящий доброту ко всем существам. И в этом заключалось его главное чудесное проявление, как он обладал смелостью учить всех существ, независимо от их классовой принадлежности. Как с помощью мудрости он учил всех существ дарма. И все, кто слышал об этом в Индии, в Тибетии, в Непале, в Битании, в Америке, в Европе, всем это было очень полезно слышать. И независимо от того, малые, молодые мы, либо пожилые, всем из нас это учение принесло благо, поскольку оно было таким глубоким и всеобъемлемым. И, поскольку это учение опиралось на первоисточники, это то, что можно принять, и, как истина, это то, что нас очень впечатлило и тронуло. И очень много слушатели этих учений, которые видели его святейшество, но никогда не слышали, как он ущип. И когда его святейшество уехал из Индии за границу, все волновались, что же будет с его святейшеством, когда на протяжении нескольких колгимонлов его святейшества не учил. Однако сейчас, благодаря этих учений, онлайн-учений, они смогли понять, что Кармаба – это учитель, который несет благо и счастье всему миру. И мы говорим, что похоже, что как будто бы Микли даже снова проявился в этом мире, восьмой Кармаба – Микли даже снова проявился в этом мире. И мы говорим, что это то, что говорят люди в Кибирже. И мы хотим попросить его святейшество свянуть на нас состраданием, чтобы мы осознали учение, которое мы слышим. И во всех монастырях, во всех центрах, во всех слушателей во всем мире, мы хотим от всего сердца поблагодарить вас. И мы также выражаем свою надежду, что эти летние учения, стоки тайной мантры, будут продолжаться беспрерывно. Мы просим вас продолжать поворачивать колесо дармы. Например, у нас есть зимнее учение Когю Гунчо, на которое мы все собираемся. Мы также все собираемся на Калгиман Лам, все женские монастыри собираются на учение Ария Кшема. И в летнем учении еще один повод для всех монастырей собраться для получения учения дармы. Здесь, в Румтеке, мы также выражаем своя надежда на то, что его святейшество сважет вернуться в Индию и вернуться в монастырь Румтек. Мы молимся об этом. Также мы молимся о том, чтобы его святейшество жил долго, чтобы у него не было никаких препятствий для жизни и активности, чтобы он смог беспрепятственно путешествовать по всему миру, включая монастырь Румтек, и несперерывно поворачивать колесо дармы. Мы также надеемся и возносим благополучие о том, чтобы его святейшество жил долго и переносил благо всем существам. Вы так довольно долго говорили, поэтому мне, похоже, нечего добавить. Я уже почти месяц учу. Так что мне на самом деле нечего добавить, но я хочу сказать кое-что. На протяжении последнего месяца я учил вас, что же самое главное во всем том, о чем я говорил. Это слова Будды и трактаты, которые разъясняют слово Будды. Все это очень важно сохранять и распространять. Теперь, надеюсь, вы понимаете, мы все понимаем, это в прошлом. Я высказывал свое пожелание об этом. И в результате мы также совершили всю эту активность по созданию электронной версии Кангюру и Тангюру на сайте Адарша. И сейчас, после того, как наши работы по созданию электронной версии Кангюру и Тангюру закончены, в следующем мы продолжим собирать трактаты буддистских мастеров. Так же, я считаю, что нам необходимо создать электронную версию всех учителей Кангюру. Не только учителей кармы Кангю, но и всех линий Дагпу Кангюру. И наставления по практике ритуала и все те практики, у которых у нас сохранились источники и линии передачи. Все это мы хотим сделать доступным онлайн. И я хочу, чтобы вы все выражали к этому интерес, имели к этому интерес. Если мы думаем о будущих поколениях, о том, будут ли у будущих поколений возможность изучать дарму, зависит от нас, будем ли мы сохранять дарму сейчас. И поэтому мы должны прилагать усилия к тому, чтобы сохранять важные трактаты. И в обратном случае может произойти так, как произошло с буддийской историей в Древней Индии. Мы ничего не знаем об этом. И это не так уж благоприятно. Мы не знаем, что там произошло, поскольку все это было утеряно. И поэтому на будущее поколения не должны перетерпать такие трудности. Нам нужно позаботиться о них сейчас. Я намерен продолжать эти летние учения из Токио Тайной Мандры. Продолжить их в следующем году. Сейчас мы уже на самом деле в осени, то есть из летних учения превратились в осени, а зимой у нас будет Калгимала в Бадгайе. И из-за эпидемии нам трудно всем собраться на Калгимала в Бадгайе. Однако мы можем провести это в монастырях и также слушать эти учения у себя в монастырях. И я хочу подготовиться к этим учениям и учить дарми. Как я уже сказал, кемпу из монастыря должны собраться и решить, что бы вы хотели, чему бы я учил, и также я сам уже решил, чему я хочу учить. Поэтому мы должны обсудить все это и принять решение. И кроме этого, не думаю, что у меня есть что сказать, поэтому давайте прочтем молитвы. Посвящение заслуги. Благодаря этой заслуги, то есть я обрету все ведения, преодолев врагов разрушительной поступки, избушующих волн рождения, старости и смерти, из океана Сансары, доосвобоживая всех существ. Благодаря этой бесконечной заслуги, что я накопил отслушивание бесценной дармы Высшей Колесницы. Пусть все существа станут бесценными сосудами для истинной дармы Высшей Колесницы. Пусть источник всего благополучия, тамсары, нирваны, буддистские учения сохраняются долго. Пусть все великие существа, одержатели учения, живут долго и будут украшены славой и процветанием. Хармапа – воплощение сострадания всех бод. Хармапа – единство активности всех бод. Хармапа – воплощенный наместник 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 всех бод. И сейчас короткий перерыв, после которого мы перерываемся на 5 минут. Сделаем короткий перерыв, после чего прячем ритуал по отношению к Будде. Продолжение следует... 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 Привел чудеса и благословения, чтобы освободить тебя из честных существ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok